Музыка перспективы Добрый вечер, у микрофона Антон Дубин. Сегодняшняя наша гостья – композитор Ольга Бачихина, доцент кафедры композиции и кафедры современной музыки Московской консерватории. Ольга, рад вас приветствовать здесь. Добрый вечер, Антон, мне очень приятно. Как вы считаете, существуют ли сегодня некие законы, по которым должен существовать современный композитор, чтобы не выпасть из актуального пространства? То есть чувствуете ли вы стилистически такую некоторую среднюю температуру по больнице современной академической музыки? И как быть композитором, которые не хотят вписываться в эти готовые схемы, но и одновременно маргиналами тоже не собираются становиться? Первое, что мне бросается на слух, слово «закон» и то, что композитор как бы вписывается в закон. Изначально, когда композитор приходит обучаться, у него есть достаточно много курсов, которые предписывают ему правила или определенного рода настрой, внутри которого он существует. Эти правила могут работать для музыкальной формы, для музыкальной композиции. Да, они такие жесткие достаточно, иначе мы называем это форма-кристалл или структура, внутри которой ты существуешь. И это вопрос закона. То есть если композитор входит в структуру, он неизбежно столкнется рано или поздно с тем, что как молодое вино, оно должно эту структуру сломать. Как стены, которые необходимо разрушить, чтобы обрести свободу. При этом хорошо действительно, когда композитор умеет и учится дисциплинировать себя внутри каких-то рамок. И Стравинский об этом говорил, что свобода возможна только там, где возможны эти самые рамки, то есть где есть пределы или где есть ограничения. Сначала себя нужно ограничить и потом делать там, что хочешь. Вторая сторона этого хода заключается в том, что это вопрос, кто создает эти законы. То есть изначально мы подразумеваем, что законы это то, что творится по ходу творения внутри самого композитора. И, конечно, когда он начинает входить в свою вселенную и осваивать ее, смотреть, есть там стены, нет там стен. Потому что если там есть стены, ты никогда не приобретешь взгляд горизонта. Ты никогда не дойдешь до мухи, которая, как говорит Шарино, бегает по краю зеркала, как по краю вечности. Вот до этой мухи нужно досмотреться еще. Для этого нужно чувство горизонта. Если сразу отобрать у композитора чувство горизонта, то, конечно, он перестанет просто ощущать возможность для шага вперед. Он будет обусловлен забором, который стоит. И, слава богу, если этот забор еще сеточка или частокол. Но если забор этот, как сегодня, модно, вы наверняка тоже наблюдаете, да, как они индивидуализируют территорию, как они ее закрывают. Композитор это не человек, который приобретает себе территорию, он движется по территории. И в этом смысле, чем меньше у него будет стен и коридоров тоже, тем больше у него будет, с одной стороны, рассеянного чувства, которые свойственны сегодня вообще природе художникам. Но, тем не менее, эта рассеянность может в какой-то момент привести тебя к чувству концентрации и структурации. Поэтому воспитание, как мне кажется, художника вот на этом пути, оно должно происходить одновременно с точки зрения дисциплины внутренней структурации и с точки зрения движения. Но они обретаются не тогда, когда есть законы, которые уже как бы тебе говорят, как себя вести в форматном обществе, например, да, или уже отформатированном. То есть, естественно, перед нами, перед всеми есть предыдущее поколение композиторов. Мы называем его старшее поколение. И вот если это старшее поколение возводит стены, значит, диалог утрачивается. Начинается такой тип разговора и преемственности, который не включает тебя, который подразумевает только его. А вы ощущаете сейчас некоторые такие усредненные черты современной музыки, что композиторы в какой-то своей массе следуют каким-то вот именно усредненным моделям? Мне кажется, всегда есть всякие композиторы. Как говорил Бродский, природа заботится о том, чтобы в ней было как можно больше разнообразия. А культура, она выбирает одного. Поэтому, когда мы учимся, мы все находимся в поле разнообразия. И, естественно, есть композиторы, которые предпочитают работать в форматах, да, и они сразу определены там структурой мюзикла, структурой классической музыки, структурой романтической музыки. Я с этим очень часто сталкиваюсь, и человек, как правило, даже не чувствует внутреннего конфликта. Потому что музыка как бы ему не принадлежит, у него себя еще не принял. Отсюда очень многие композиторы спокойно совершенно относятся к форматам, потому что музыка для них это как бутылочка, вынесенная в пространство. Хорошо, тогда я еще перефразирую, какой должна быть сегодняшняя современная академическая музыка, чтобы она гарантированно исполнялась. Тоже сложный вопрос, потому что я бы шла не от должностования, а от некоторой среды возможностей, среды обещания, да, как бы некоторого будущего. Потому что обещание будущего – это как раз взгляд в перспективу. Когда оно у тебя закрыто чем-то, да, непробиваемыми стенами, например, путями, да, будь они структурно упорядоченными в виде институции, которые блюдет, например, эти форматы, потому что мы знаем разного рода институции. Или будь она обусловлена какой-то средой самих художников, да, которые тоже там говорят «надо так, и надо так». В этом смысле фестивальная тематика институализированная, она ни хуже, ни лучше университетской тематики, которая тоже институализирована. И так или иначе, входя в эту географию, я имею в виду структурную географию, ты рано или поздно оказываешься в лабиринте собственного мышления, который подсознательно начинает структурироваться таким же образом. Хочешь, не хочешь, ты рано или поздно начинаешь ориентироваться внутри этих путей, которые созданы до тебя, и начинаешь по ним ходить. Я люблю разные пути. Мне очень, например, нравится работа Гиде Бора, которая называется «Психогеография». Это история про будущее, про прокладывание путей, восприятие путей, нахождение себя поверх уже существующих маршрутов. И мне кажется, композитору хорошо было бы осваивать вот эту историю про путь туда. Да, давайте послушаем первое сочинение. Это будет «Немая опера Фейс» в ансамблевой версии московского ансамбля современной музыки. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, об этом сочинении. Во-первых, это сочинение, когда я писала, когда стала мамой. Это очень важный момент, да, то есть это путь какого-то рождения одновременно, инициации и совершенно другого существования, поверх каких-то маршрутов. На самом деле, может быть, это одна из немногих точек внутри моей, например, жизни, которая открыла для меня путь художника. Не напрямую, да, а каким-то образом опосредованно. Поэтому «Фейс», она называется «Немая опера». И слово «немой» — это попытка выговорить себя теми способами, которые не связаны с прямым высказыванием. Это, с одной стороны, попытка говорить непрямо, с другой стороны, попытка говорить так, как говорят немые люди, то есть жестами, визуальным языком, существованием в какой-то иной среде и переживанием этой среды как музыкальную, попыткой перенести музыкальную вообще вот эту вселенную всю на другую территорию, двинуть её, например, на территорию немого языка. А что за текст, который вы произносите? Текст, который конкретно я там произношу, он, по-моему, только один, потому что в «Немой опере» несколько текстов, ну и, как полагается, «Немой опере», они не произносятся. Они как бы существуют внутри моей головы, и они связаны с двумя очень важными для меня там сценами и героями. Первая сцена — это голос, и они как бы существуют в амбивалентном поле. Это история про речь и история про писание как таковое, как писание, связанное с творческим созиданием. Писание как процесс, а не писание как фиксация. Да, мы будем слушать сейчас как раз историю про письмо, но вот тут я хотела сказать, почему оно важное для меня с точки зрения высказывания. Текст, который я там использую, принадлежит либретисту оперы Сен-Санса «Самсон и Далила». И этот текст знаменитой третьей арии «Далилы», которая на французском языке звучит как «Mon cœur savra ta voix». И, собственно, этот текст, который читается, и для меня он важен как текст встречи двух персонажей. Голоса, то есть исполнителя, да, потому что это женский голос, это Далила, которая поет свою арию, и она, соответственно, воплощает в себе вот эту метафизику голоса. И автора, то есть Сен-Санса, который воплощает в собой метафизику письма. Вот они встречаются в этой точке текста, потому что это вопрос для меня, опять же, вопрос рождения. Когда встречаются герои, ну, то есть герой как художник, герой как творец, и его творение, между ними, безусловно, существует связь. И эта связь, она сродни такого вопроса, когда непонятно, кто кого рождает. То ли это художник рождается благодаря тому, что появляется на свет его герой, в данном случае Далила, то ли это Далила, которая, естественно, рождается благодаря художнику. Это вопрос того, кого конкретно мы слышим в этой Далиле. И тут очень много сразу пластов. Слышим ли мы в ней персонажа Далилу, или слышим конкретную женщину, которая исполняет этого персонажа Далилу, или одновременно это альтер-эго самого художника, который вкладывает себя в слова, которые произносит Далил. То есть очень много слоёв и фильтров, да, через которые художник пытается себя донести. И мне очень нравится эта ситуация в неоднозначности, где не можешь сказать однозначно, с чем конкретно ты имеешь дело. Давайте послушаем и вернёмся к разговору. Далилу У нас в гостях Ольга Бачихина. Вы как-то сказали, что музыке нужно переставать быть автономной территорией. Это часть некоего общего художественного процесса, большого процесса. Но я слышу во многих ваших вещах, как раз-таки, они, мне кажется, такими вещами в себе, тотально музыкальными. Вот как это в вашей голове сосуществует? Когда я начала работать над своим дипломным сочинением, оно называется «Симфонический пролог к театральному представлению Невский проспект». Когда я над ним работала, оно называлось «Соответвящихся дорожек» или «Тропинок». Это знаменитая новелла Борхеса. Расходящихся тропок тоже, да. Развивающихся дорожек еще. И когда я зашла на территорию Борхеса, а вышла я на территории Гоголя. Так вот получилось случайно, потому что был объявлен конкурс в Мариинском театре, на котором была объявлена тема касательно Гоголя. И я выбрала себе новеллу «Невский проспект». И стало совершенно понятно, что эти тропки перевели меня на Невский проспект, по которым, как по большой дороге, змее, толпа, да, которая существует в разных направлениях, она там сталкивается и так далее. Это я про то, что изначально мыслила свои сочинения всегда на территории какого-то мира. И в основном изначально это был мир движения. Просто когда я писала дипломную работу, я еще это не понимала. Ну, то есть какие-то вещи делались интуитивно и больше по инерции того, чему тебя научили. И мир литературы, мир визуального. Именно. Фактически я уже потом поняла, что в своих сочинениях я никогда не отталкивалась от музыкального. Ни от идеи, ни от звучания. Это все становилось плотью. Я большей степенью язык звука переживаю как материальный язык, в который одевается мое видение картинок, которые разворачиваются перед моими глазами. Эти картинки часто ландшафтны. То есть у них есть какая-то перспектива, у них есть объем, у них есть пространство. А звук как материя нужна для того, чтобы это пространство каким-то образом репрезентировать и развернуть его перед глазами человека воспринимающего. А потом я пришла к мысли о том, что для меня это не только звуковая картинка, а это еще некоторый звуковой мир, в который я попадаю и исследую. И мне эта мысль очень понравилась, что я не просто созидаю, изобретаю какой-то мир, я его обживаю. Я фактически являюсь первым тестировщиком таким, который в него входит, который его осваивает и населяет. А потом я как бы открываю дверь для того, чтобы туда могли зайти другие и прожить тот опыт, который я прожила и развернула внутри этого мира. И поэтому изначально мое сочинение, как вы говорите, музыкально тотальное, оно было замкнуто. Поэтому для меня важна история про купол, что купол это какая-то сфера, внутри которой, например, путешествуют звуки, как отзвуки, которые туда поднимаются, и вот там вот между ними начинает что-то происходить, какие-то истории. Мы как раз будем слушать из-под купола в исполнении очень важного ансамбля студия новой музыки. КОНЕЦ 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 Мы продолжаем разговор с Ольгой Бачихиной. Я хотел бы спросить о вашем сочинении «Акустические миражи». Является ли его такая подвешенная структура, вот это вот существование между, о котором вы говорили, отражением вашей собственной судьбы музыкального художника? КОНЕЦ 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 ОВТОНОМНОСТЬ МУЗЫКИ Как любое определение, когда мы его называем, мы же по-разному мыслим как имя. что такое имя и куда нам открывает это имя вход. То есть его же можно мыслить как рамку, а можно мыслить как вход. Можно мыслить как территорию, можно мыслить как в зависимости от начала, от точки начала. И музыка как слово — это имеет напрямое отношение к моему переживанию «Миражей». Музыка как слово тоже может стать подобного рода инструментом внутри твоего существования вообще в мире. Ну, потому что в любом случае ты так или иначе, рано или поздно, начинаешь соотносить себя с тем миром, который вокруг тебя спроецирован другими. И начинаешь нащупывать своё ощущение в нём как собственную проекцию. Отсюда тоже разговор про форматы. Мир — это не просто отражение, да? Мир — это уже что-то спроектированное, сархитектурированное теми, кто был здесь до меня. Поэтому я изначально попадаю в историю. Я как-то беседовала со своим учителем-профессором из Базеля якобы Ульманом. Он тоже сказал очень важную мысль, что я живу в городе, каждый камень которого связан с историей. Это город Неамбург, в том числе город, где Ницше творил. И это очень важно, пропитанность историей камня, с которым ты как бы сосуществуешь. И важно в этом камне открыть историю. Если ты умеешь открыть его, тогда ты получаешь разговор с этой историей. С музыкой то же самое. Для меня как-то был вот этот вопрос существенный. Вот когда я, например, музыку пишу, я композитор, да? А когда я ем? Я композитор или я кто? Я перестаю в этот момент быть композитором или не перестаю? А когда я в метро еду? А когда я машину веду? В этом смысле перестаю быть композитором, и я только вынуждена ставить себе границы того, что композитор я только тогда, когда сижу за столом. А я не сижу за столом. Я вообще могу музыку в ванной писать. Это очень какой-то важный момент. В каких отношениях я вообще с музыкой и в мире, да? И в этом смысле композиторство примерно про то же самое. Поэтому мне достаточно легко выскальзывать из ситуации, что она, конечно, не автономная для меня. Может быть, мы послушаем, как «Корабль плывёт», завершим наш разговор этим сочинением. Расскажите, пожалуйста, там очень интересный состав, контрабас и два сопрано. Вот конкретно у этой истории есть референс визуальный, знаменитая сцена из фильма Федерико Феллини «И корабль плывёт». И мне важно было вот эту вот частичку «И» немножечко поменять. Потому что для меня «Корабль», ну это понятно, это гнятный совершенно образ, сочинение я это писала на юбилей консерватории, 150 лет. И у вас там многоточие, и после него запятая. Да, да. У него тоже есть референс, многоточием зачинает и заканчивает свой роман «Цитадель» Антуан де Сент-Экзюпери. И для меня это многоточие важно, это уже вход. Это не вход такой серии, вот я рарам, а это всё вход всегда в процессе. То есть ты не можешь войти в сочинение, начать как бы его, ты его всё время продолжаешь. Вот сколько ты пишешь, ты, в общем-то, продолжаешь одно и то же. Ты всё время в пути, просто внутри этого существования, дневникового, процессуального. Есть какие-то артефакты, которые сохраняют за тобой след. То есть вот каждое сочинение – это некоторые запечатления. Это означает, что «Корабль» – это запечатление, с одной стороны, моих отношений с университетом, которым, безусловно, для меня является консерватория. Оно посвящено в этом смысле консерватории, конкретно Рахманиновскому залу. И консерваторским людям – Григорий Кратенко и замечательные… Две вокалисты – Екатерина Кичигина и Алена Верингалицкая. Да, совершенно верно. Так вот, Рахманиновский зал для меня и стал этим самым кораблём, ковчегом, в котором мы плывём. В котором, кстати говоря, были и ваши акустические миражи. Именно так. Для меня вообще история превращения, вот вы говорите «между», да, я намекаю на это «между», что вот любое пространство, любой зал, тоже можно принюхаться к нему как к пространству, порталу, который открывает тебе вход куда-то по-другому, только если ты оденешь специальные очки, чтобы это увидеть. И вот когда я писала и разрабатывала историю про корабль, да, это была как раз история вот про это. Превратить этот Рахманиновский зал в некоторую ситуацию корабля. У нас есть палуба, да, мы тут чернорабочие. Есть вот эти вот балкончики, они совершенно замечательно рифмуются с идеей аристократии у Феллини, когда всё это великое искусство в её помпезном варианте с знаменитой прима-донной, да, прима-соло-вокалисткой, мадам Куфари её зовут, вот они выходят на эти открытые хоры, религиозное какое-то измерение прекрасное в духе каких-то храмов Венеции, Сан-Марко, да, и начинают своё искусство нести туда, там где вообще грязь, пыль, чернорабочие такие. И образ контрабасиста в этом смысле, это же такая как бы история про чернорабочие. Вот он со своим контрабасом, он практически является собой вот эту топку какую-то чернильную, и из этой чернильной топки он пытается дотянуться как скрипка, потому что скрипка это такой аристократический инструмент, да. Кстати говоря, контрабас тоже сам являлся кораблём. Что-то же у Кратенко было на эту тему. Очень может быть, и мне очень нравится эта метафора, и про контрабас как корабль, и про контрабас как этого чернорабочего, рабочий инструмент, совершенно верно, который хочет вот туда дотянуться, Потому что вот они вокалистки, а не там Даже по весу туда не попадёт Никак, он только прикидывается, что он скрипкой Играет он там флажолетами, естественно И он как бы всё время тянется туда Ну, это моё ощущение тоже Ты в себе настраиваешь эти струны и по ним флажолетами Пытаешься играть И, естественно, этими флажолетами ты устремляешься наверх Поэтому это история про этажи Оттуда и в небо Я благодарю вас за этот разговор Между нашими повседневными жизнями Мы как бы встретились, поговорили Спасибо вам большое Это точно, благодарю, очень приятно Спасибо Музыка перспективы Совместный проект Союза композиторов России и Радиокультура При поддержке Министерства культуры России Радиокультура